Честно говоря, как бы на заключение скажу, что когда жребий выпал, так сказать, на меня... Пуск. И видим мистер МСЛ-25. Вот он. Привет. Сразу караганабал. Вот этот победитель в прямом эфире, мне кажется, Крист, приехал лично получить. Спасибо, да. Спасибо за встречу в вечер. Сейчас еще погуляем. И уже как-то так пошло, уже как раз серии начались эти 136 серии эти. Все, короче, все пересмотрел. И под каждым, не знаю, как-то такое было желание, что... Ну, действительно было такое желание после просмотра, что... Ну, без комментариев, да. Без комментариев, ну, не мог уйти. Надо что-то, соответственно, что-то оставлять. Зал города Киева. Народа, конечно, много. Погодка такая, минус 2 градуса. Снега не было давно уже. Иду на встречу с подписчиком, который выиграл приз. Вот, пока снимал, 5 минут уже и снег пошел. Ну что, ищем поезд номер 146. Господа, поезд 146 из Маил-Киев, 9-43. Вагон 5-й. Пойду на платформочку ждать. У него подчиняется заседание, что у вас не был слава. Все, на 12-й путь прибывает. Где так случаемся? Давайте еще здесь. Подъезжает наш поезд из Маил-Киев. Ну, дело в том, что он-то меня знает. Так, он мои видео смотрел, комментарии писал. А я лицо его не знаю. Ну, сейчас будем встречаться. Встреча слепую. Потом организуем культурную программку. Пройдемся по городу Киеву. И вечерком я его провожу. Вот и наш пятый вагончик. Где-то он здесь. Пошел я вперед. Вот он. Привет. Вот этот победитель в прямом эфире. Приехал лично получить. Спасибо. Спасибо за встречу. Сейчас еще погуляем. Пока с Александром гуляем, мы пошли идем. Тут в одну компанию подал, значит, application отослал. И вот сейчас звонят по телефону. Говорят, давай проходи собеседование на английском языке. Ну, уж не записал. Так просто поговорил. Прошел. Теперь будут application рассылать. Буду ждать ответа. Мы продвигаемся дальше по Киеву. Потом присядем в каком-то заведении. Я думаю, Катюша. Там советская обстановочка. На Подоле. Александр, давай расскажи, что ты там. Ты в Киеве работал? Ну, я в Киеве одно время работал. В подразделении Укротрансгаза одно время. Потом работал в одной туристической фирме. Потом сбежал отсюда. Потому что Киев изменился сильно. Не в лучшую сторону. Поехал домой. Такая короткая история была в Киеве. Лет 10 в общей сложности здесь прожил. Нормально. Я что-то по комментариям понял, что ты как бы электромеханик. Не, я только учусь. А. Только учусь. И пока что... Если... ЕТР, это электрик. А будучи поступать... На экскурсионку, скорее всего. На электромеханика. То есть я уже думаю, что полностью связать. До конца жизни. Единственное, востребовое острое было на сегодняшний день. Ладно, продвигаемся дальше. Птица Мира, все дела. Желаете? Давай террочку. Не бойтесь не укусить. Мы видео снимаем. Да, ну свое снимаем. Ну да, свое снимаем. Свое снимаем. Три ведьми, я в этом кадре. Вот медведь. Нормальный медведь. Мы в центр зашли. Так, вот. Софиевский собор. Все никак вовнутрь не могу зайти. 2018 год. Никогда не был. Елочка. И я не был. Я только в Киево-Печерскую лавру посещал. Сколько был здесь, никогда не было. Я помню даже, когда здесь было этого... Там хранили Владимира. Я служил внутри кое-как. Мы принимали участие в этих... Людей разгоняли здесь. Я знаю, что в Киево-Печерской лавре этот... Илья Муромец могила. Да, у меня тоже был там. И Столыпина. И они там находятся в пещерах. Ну и на квадрокоптерчике я летал около Киево-Печерской лавры. Здесь не долетел еще. Надо весной как-то заполнить пробелы. Так, Богдан Хмельницкий. После новогодних торжеств. Так, продвигаемся на Подол. Мое любимое место Андреевский спуск. Вот, кстати, памятник. Про Непрокопово-На. Андреевская церковь. Никто туда не ходит уже. Но Андреевский спуск что-то уже... Не могу уходить. Все убежали. Что-то немножко отреставрировали вроде бы. Говорил, что погода нормальная. А уже и снег пошел. Ребята, кто следит за моим каналом, вы помните, что на Новый год я разыгрывал приз. Вы не думайте, что я его зажигал куда-то. Вот приехал человек, мы с ним списались, Александр из города Килья. Килья, Одесская область. Одесская область. И он изъявил желание лично получить приз. Я говорю, хорошо, подъехал в Киев, мне не жалко денег, бери билеты. Заодно и познакомиться с человеком. Заодно и познакомиться. Ты расскажи, как ты вообще о себе немножко, как ты на канал вышел вообще? Ну, я как бы интересуюсь тоже морской темой. Многие раньше знакомые, родственники говорили, чтобы идти учиться на мариманах. И решил связать, ну это уже третий год, так это идет. Вот, учусь там, пока что на курсы, прохожу тренинги по морскому делу. Вот английский язык подтягиваю, что рекомендую, потому что сейчас без него никак там. А какой уровень уже? Средний, нет? Да нет, только я недавно только начал заниматься с ним. Без английского никак? Без английского никак, это, так что надо, надо подтягивать этот вопрос. Вот. Ну и начал в Ютубе искать, вообще, вот, и соответственно по морской теме. Ну и, вот, первое, что попался, потому что он уже был тогда, этот канал раскрученный. Скрученный тысяч человек? Нет, он больше был уже. Больше? Уже тысячи две где-то. Нет, больше, около пяти тысяч где-то было. Около пяти тысяч человек было, и вот попался такой канал. Ну там было еще, там, этот моряк-механик, этот Владивосток тот же познакомился. Да, товарищ, знаходник, да, тоже старший механик, вот, Женя зовут его. Ну, посмотрел, вдохновился. Да, вот, и уже как-то так пошло, уже как раз серии начались эти, 136 серий эти. Все, короче, все пересмотрел, и под каждым, не знаю, как-то такое было желание, что, ну, действительно было такое желание, вот, после просмотра, что, ну, без, без комментариев, да, без комментариев, ну, не мог уйти, надо что-то, соответственно, что-то оставлять. Вот. Ну, и вообще читаю, что, вот, этот дневник моряка, канал, ну, он много вообще полезного мне, во всяком случае, дал, потому что я смог изучить танкер, вот, вот, благодаря этому, так сказать, сериалу, то есть, я начал представлять, что себя он представляет. В общем, не зря я там лазил. Да, 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 однозначно. И, почему я, собственно, и приехал, думаю, ну, приз, это приз призом, а я думаю, что своим, так сказать, приездом тоже для человека сделать тоже какой-то там, чтобы тоже какой-то материал был для канала, вот. И вот решил пожертвовать, там, ну, социалу. За 400 гривен я потратил на билет, за них ничего не купишь. А так, сегодня приехал, вот, море ощущений, я в Киеве уже давно не был, у меня сегодня поводили по Киеву, вот. И, как, ну, масса ощущений, и приятных, ну, вот. Я тебе еще бонусом к этому призу робу от компании. А, да, буду хвататься, что вроде на вышивсе работал уже. На вышивсе. Так что, ну, как я уже говорил, что в Киеве уже много здесь, уже долгое время нахожусь, ой, находился, вот. Когда Банк Украины развалился, я сразу сюда приехал, то есть жил и работал здесь. Вот, в одной конторе, на Нафтогазе, в структурном подразделении, системным администратором работал. Ну, то есть я по компьютерам, по электронике, там, как бы, сейчас в своем городе тоже, там, занимаюсь, да, таким бизнесом, там, и ремонт и ноутбуков, там, и... А ты больше сисадмин? Я по электронике, я по связи вообще, по, еще именно радиосвязь, по радиосвязи у меня. То есть я здесь в Киеве заканчивал, в Одессе, в Одессе у меня военное, там, училище заканчивал, вот, тоже, там, радиолокацию, радиотехнический. Вот, и сейчас, вот это то, что я ноутбуки, вот, и ремонтирую, и немного, там, услуги связи, у себя, там, в районе предоставляю. Вот, с одной конторой, там, как бы, партнерских таких отношениях. Ну, как бы, тем интересует Морская, вот, и уже думаю, что до конца жизни, я думаю, уже себе, уже так, связать уже с этим делом окончательно. Что ты мне скажешь? Надо мне еще дальше продолжать снимать или уже завязывать? Не, я думаю, что надо именно в точке зрения вдохновления молодых людей, вот. Я вот был весной, весной, да, весной мы были на выставке в Одессе, там, приезжали представители ИМО, представители ИТФ, вот. Так вот, они сказали, что, по официальным данным, вот, как они, это с ихних слов, что Украина занимает второе место по офицерскому, по механикам, вот, а, ну, по кадрам, по поставкам кадров на международный торговый флот. И, ну, я считаю, что, скорее всего, он на первом месте, потому что я сколько слышу. Будем кадры, флота нет, образование есть, а там дальше учимся уже. Так что, канал, я думаю, канал должен развиваться, именно развиваться, потому что с точки зрения привлечения новых, ну, хоть какое-то, чтобы хоть какая-то была, так сказать, на Украине, чтобы что-то было. Хоть своего флота нет, так сказать, был когда-то ЧМП, там, вот, был когда-то, вот, приватизироваться тоже скоро будет, вот, Дунайское проходство тоже, его скоро уже, наверное, не будет, вот. Ну, так останется хоть плавсостав будет, вот, так хоть люди хоть как-то нормальную работу будут себе, надежда на нормальную работу будет, вот. Так что, удачи для развития канала, обязательно. Все, спасибо. Да, всем, всем тоже привет и удачи, вот. И развивайте себя в этом отношении. Ну, английский язык и вообще науки больше, больше времени уделяется. Катюша называется. Катюша, горельничная. На крещатике. Порядок цен. Порядок цен нормальный, не то, что... Да, там то же самое такое было в трехзначном, трехразрядном исчислении. Там перьерчик такой, новогодний. Целый день тут таскаю. Кто скажет, что всех обманул, человек просто приехал. Призы не показал. Еще вдовес насыпал. Так, вот он приз. А ну, впечатление нормальное? Ну, весистый такой. Буддийский. Вес конкретный. Не тот же, сколько из Китая в этот год, но... Из Тайваня, город Кашун. Ну, прикольно вот. Какой-то этот лев. А, в смысле, это дракончики, это лев. Там монетка. Ну, то здесь можно эти... Какие-то запахи... А, да-да. Так, тут еще вдовесок роба. Вишипс. Вишипс. Белая роба. Ну, да, Млемочку. Это у меня осталось пару лет назад в запасах. Так, ну... Так, и человек ехал, мы еще ему призы. Так, ты, кстати, просил там что-то, чтобы я тебе подписал что-то. Бля, я тебе блокнотик подписал. А, это автограф. Автограф. Написал тебе с поздравлением. Та, это выбрасываю ерунду. Вначале. О, зачитай. Работу вначале. Так, вот там записываю. Говорят, что краткость сестра таланта. Без лишних слов. Без лишних слов я желаю тебе твоей жизни, удачи и успехов во всех твоих планах и начинаниях. Антимонов и Надий. Немец на реках. Спасибо. Спасибо. На тебе, пока вам. И туда загружать. Рюкзак, наверное, сего. Да. Все мы, кстати, владели такими радиоприемниками. В ВВФ. У Александра тоже такой был. Да. У всех такие были. Слушали вражеские голоса. Я, кстати, Пинфлойд тоже отсюда слушал. Радио Свобода. А сейчас они превратились вообще в кого? Ну, все эти. Голос Америки радио Свобода. Помойка. Помойка, да. Чисто помойка. Раньше слушал Пинфлойд, потом играть начал. Дэвид Эдилмера на гитарке. Короче, все началось с приемника. С приемника в море пошел. Бутылочку в Алозаннской долины. Пока ждем. Пока приготовят кушать. За знакомство с Александром. Цынь. Что нам тут поднесли такое? Запеченные овощи. Это сват греческий. Это то же самое. Сейчас еще картошечка и стейк. Вот. Картошечку поднесли. В таком оригинальном исполнении. Не горячая, а горячая сковородка. Остался стейк. Ну и потом начинаю. Кстати, а что за вода такая? Столу. Вода UA. Какая-то модная. Да, вроде как под капельницу. Это раствор. Это физраствор. Еще один дубль все поднесли. Стейк, картошка, салаты. В общем, выступаем поеданию. Саша выезжает в 5 вечера, да? Да. 5 часов с копейками. Я его провожу на вокзальчик. Давай еще раз пожелаю там что-то телезрителям. Пожелать хочу, прежде всего, удачи в этом году. Отменьшу этих кризисов, чтобы было потрясений. Может выплывем. Да, может выплывем, да. Ну и в карьере, в работе, то же самое, удачи. Честно говоря, как бы на заключение расскажу, что когда жребий выпал, так сказать, на меня. Пуск. И видим мистер МСЛ-25. Канал Дневник Моряка уже превратился в проект. Надеюсь, в следующем году будут и другие новшества. Канал чрезвычайно интересный. Хочу, Гена, поздравить вас с Новым Годом. Пожелать здоровья нормальных, интересных контрактов, еще разных идей для ваших зрителей. Я же как два года с вами. Ну да, я уже этого человека я знаю, но по никнейму. Может узнаем и его лицо. И по скриптам думаю и лет шесть мало, как по мне, можно и больше. Это про работу. Немного был в панике. Чего? Ведь думал ехать страшно было. Я же говорю, это надо было что-то или как минимум видео что-то снять о себе. Это для меня проблема. Мне тоже было страшно на телеэкраны выходить. В Ютьюбе. А потом думаю, ну и человек, так сказать, помог. Пять минут позора, да? Да. И все. И решил поехать уже так, уже на брату смелости-то приехал. Ну, поначалу как бы даже не верил даже, что сидишь, смотришь, что раз, но на тебя выпадает. Ты думал, я тебе ничего себе, никогда не выпадал, а тут выпал. С подлотою не играл? Нет, не играл. Никогда ничего не выигрывал. Никогда ничего. С подлотою, любые другие там. Может я подкрутил специально. Не знаю. Я не знаю, по каким критериям. А нет, там же просто нажимаешь, а на общую. А, программа там как-то. Да. Я даже не знал, что такие программы есть. Я, конечно, там по дедовским методам руку в банку засовывался. Ну, вот так вот, в принципе. Ладно, всем пожелаем приятного аппетита. Все, понеслась. Следующее включение ЖД вокзала. Привет. Обратный путь. Настал вечер, Александр уезжает домой. Погуляли мы. Погуляли, погуляли, посидели. Полный впечатление. Познакомились, поторохтили целый день. И в процессе, пока мы разговаривали, я прошел собеседование на английском. Меня уже и на работу начали рассылать постепенно. Так что, может, сегодня, ну, завтра начнется движуха. Все, Александр отъезжает. До встречи на канале. Ждем серию, да. То я немножко забросил раз в неделю. Но ничего, потому что это застегнет, но верстается. Вот его вагончик. Вот, кстати, а может, давай туда зайдем? Можно. Пока что провожаю, но сам не еду. Слушай, темно тут. Темно тут. У меня грудь в задницу. Ну, все, давай. Все, счастливо. Каналу развития успеха. Увидим тебя в комментариях. У меня видео. Все, пока. Сегодня в сумме прошел 17 километров 300 метров. Ну, что ж, неплохой результат. Субтитры сделал DimaTorzok